1 марта. Найди золотую середину между головой и сердцем. Найди золотую середину между тем, чтобы гоняться за мечтой и самому творить свою судьбу, и тем, чтобы пускать все по течению и доверять высшим силам. Найди золотую середину между пониманием, что цель жизни – обрести подлинное величие, и сознанием, что все мы люди и никто несовершенен, и что мы живем в мире, где столько славных удовольствий, которым можно и нужно предаваться безо всяких угрызений совести. 2 марта. Когда добиваешься желаемого с любовью и самозабвением, то подключаешься к источнику энергии, создавшему звезды и океаны. В жизни происходят настоящие чудеса, происходят события за гранью понимания. Тебе являются знамения, показывающие, что ты на верном пути. 3 марта. Когда стараешься изо всех сил и стремишься к совершенству, жизнь поддерживает тебя и берет под крылу. Она видит человека, который тянется к идеалам и старается стать тем, кем ему предназначено. Такие старания никогда не укрываются от глаза того, кто надзирает над миром. 4 марта. Каждый дар, которым мы наделены от природы, а каждый из нас хоть в чем-то талантлив, мы получили не просто так. Любой талант влечет за собой ответственность. Мы обязаны оттачивать его, а затем применять, дабы обогатить жизнь окружающих. 5 марта. Те, кто не хочет ставить себе целью получить от жизни все и не желает отважно стремиться к ней, в конечном итоге те, кого терзает засевший в сердце страх. Не позволяй страху лишать тебя свободы. 6 марта. Винить в своих перепадах настроения, лености и ошибках положения светил, значит передавать планетам, звездам и лунам могущество, дарованное мне как человеку. Это путь слабых. Помни, ты не настроение, а сила, которая стоит гораздо выше. Ты не твоя психология, а нечто гораздо мудрее. 7 марта. Мы не есть наши мысли. Нет, мы те, кто их думает. Мы, создатели мыслей, протекающих через наше сознание, и с учетом этого факта, можем менять свои мысли, если сочтем нужным. Ты не только не твои мысли, но и не твое настроение. Ты создатель своего настроения, которое меняется в долю секунды. 8 марта. Путь к незаурядной жизни лежит в исследовании самого себя, в изучении собственных сильных сторон, в понимании, что ты в сущности за человек. А затем, заручившись этими важнейшими знаниями, можно выходить в мир и делать то, для чего мы сконструированы природой, и творить добро, ради которого мы здесь. Помни, сеять сладости свет – твой долг. И если ты решишь жить по мелочам, мир будет не так хорош. 9 марта. Первый шаг к величию личности – это самоизучение. 10 марта. Размышления – мать мудрости. Каждый день выкраивай минуту, чтобы спросить себя, зачем мы здесь, как мы живем и в полной ли мере принимаем дары, которыми снабжает нас жизнь. Находи время подумать. Каждый день. 11 марта. Очень многие убеждены, будто на преображение собственной жизни нужны месяцы и годы. На самом же деле, можно изменить свою жизнь буквально в мгновение ока. Стоит лишь твердо решить, что жить прежней жизнью ты уже не будешь ни за что на свете. А месяцы, годы и даже десятилетия уходят на практическую работу, необходимую, чтобы воплотить это решение в жизнь. 12 марта. Подобно тени, которая тает на свету, страх испаряется, стоит направить на него свет самосознания. Загляни в себя и твердо реши стать лучше, чем сейчас. 13 марта. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Если мы не желаем проделывать внутреннюю работу, необходимую, чтобы взглянуть в лицо своему страху и преодолеть его, он будет нами править. Но если мы наберемся отваги, исследуем себя и познаем свои страхи, они пройдут все необходимые этапы развития и затем покинут нас. Не так страшен черт, как его молюют. 14 марта. Едва почувствуешь страх или раздражение, удели время тому, чтобы выявить свои сопротивления, а не вини во всем других, чтобы избежать ответственности. Это прекрасный способ стать сильнее и спокойнее, как личность. Наша жизнь – зеркало. Она посылает нам не то, что мы хотим, а то, что мы есть. Чем ярче мы светим другим, чем достойнее держимся, тем неизбежнее последуют перемены к лучшему во внешней жизни. 15 марта. Кем бы ты ни был, каким бы ни было твое происхождение, ты все равно волен выбирать, как воспринимать и перерабатывать жизненный опыт. Способность произвольно интерпретировать происходящее – величайший талант и величайшее благо человечества. Так что не жди, когда окружающее изменится, чтобы тебе жилось лучше. Все необходимые перемены ты должен обеспечивать сам, а остальные подтянутся. Лучший способ влиять на людей – показывать пример. Стань тем, кем хочешь стать, и остальные поступят так же. 16 марта. Твои убеждения и представления о жизни – по сути дела, не более чем умственные договоры, которые ты заключил сам с собой относительно твоих жизненных обстоятельств. Кое-кто убежден, что ему некогда обнимать своих детей по несколько раз в день, чтобы показать им, как он их любит. При этом он заключает договор с самим собой, дабы засвидетельствовать этот факт. Кое-кто убежден, что не в состоянии достичь величия, потому что у него было трудное детство. При этом он заключает договор с самим собой и обрекает себя на жизнь в соответствии с этим фактом. 17 марта. Тебе мешают не те качества, которые у тебя есть. Тебе мешает собственное мнение о том, какими качествами ты не обладаешь. Получить все, что ты хочешь во внешнем мире, тебе мешает происходящее в мире внутреннем. Как только ты осознаешь эту истину в полной мере и начнешь планомерно очищать разум ото всех мыслей, которые тебе мешают, ты практически сразу увидишь, насколько лучше стали твои личные обстоятельства. 18 марта. Счастье – это не когда ты чего-то достигаешь, а когда ты определенным образом думаешь и чувствуешь. Счастье не более, чем состояние сознания, которое ты создаешь, когда определенным образом перерабатываешь и толкуешь те или иные события в своей жизни. 19 марта. Твое подлинное «Я» складывается из четырех элементов, которые надо пробудить к жизни, чтобы ты снова стал цельной личностью. Это разум, тело, сердце и душа. Стоит тебе пробудить эти четыре элемента, и ты сразу вспомнишь, кто ты есть на самом деле. 20 марта. Когда читаешь книгу, которую написал кто-то другой, это отражение правды в понимании автора. Когда слушаешь лектора на семинаре, то слышишь его правду, описание его мировоззрения и представления о жизни. Быть может, на данном этапе пути это именно то, что тебе нужно. Если ты изучишь, что думают другие, это поможет тебе разобраться, что на самом деле думаешь ты сам. Только не дай себя обмануть, не считай, будто чужая правда обязательно совпадет с твоей. Подлинный успех настанет тогда, когда ты начнешь жить в соответствии с собственным мировоззрением. Доверься себе. Пусть твое «Я» ведет тебя к мечте. 21 марта. Среди законов природы, которым подчиняется наш мир, есть одно непреложное правило. Если сосредоточиться на том, чего не хочешь, то не впустишь в свою жизнь то, чего хочешь. В твоей жизни будет расти и крепнуть именно то, во что ты вкладываешь свои мысли и внимание. Если сосредоточиться на том, чего ты не хочешь, ты именно это и получишь. 22 марта. Чувства, они как ливень, у них есть начало, середина и конец. Если их подавлять, они нагноятся, словно раны. Если уделять им внимание и направлять на них свет осознания, их можно пережить, пройдя все этапы. И тогда здоровье у нас будет все крепнуть и крепнуть. 23 марта. У нас, людей, всегда есть выбор. Причем вариантов у каждого из нас куда больше, чем мы подозреваем. Мы-то считаем, что вынуждены жить жизнью, в которой одни препятствия и ограничения. И что делаем что-то только потому, что должны. Это очень типичные слова жертвы. От тебя одного зависит, насколько далеко ты продвинешься по пути от своего публичного «я» к подлинному «я». А как только ты возьмешь на себя личную ответственность за то, что у тебя в жизни не сложилось, наберешься храбрости и станешь на деле улучшать то, что в этом нуждается, перед тобой распахнутся двери, о которых ты даже и не знал. 24 марта. На этом пути к истине и пробуждению тебе необходимо набраться терпения. У тебя одно расписание, а у жизни совсем другое. 25 марта. Ты как личность гораздо значительнее, чем в самых твоих смелых мечтах. Неважно, как складываются твои жизненные обстоятельства в данный момент. Твердо верь, что все к лучшему, все, что не делается, делается исключительно в твоих интересах. Может быть, на вид это и не слишком аппетитно, зато это именно то, что тебе необходимо усвоить, чтобы вырасти в того человека, каким тебе суждено стать. Все, что происходит в твоей жизни, идеально срежиссировано, чтобы обеспечить тебе как личности максимальную эволюцию и помочь обрести полную силу. Учись у жизни. Позволь ей вести тебя туда, куда тебе нужно. Жизнь желает тебе только самого лучшего. 26 марта. Согласно принципу изобилия, чем больше отдаешь другим, тем больше в конечном итоге получишь сам. Я обнаружил, что если хочешь, чтобы у тебя в жизни было больше изобилия и процветания, надо больше давать другим. Изобилие – это энергия, которая циркулирует в мире, и чем больше ты испускаешь, тем больше к тебе вернется. С теми, кто творит добро, всегда случается только хорошее. 27 марта. Наберись терпения и живи с мыслью, что все, чего ты ищешь, обязательно придет, если ты подготовишься к нему и будешь ждать. Ты вот-вот получишь ответы на все вопросы. Расслабься. 28 марта. Разум жаждет внешнего могущества, основанного на мирском, а не на внутреннем. На деньгах, общественном положении, имуществе. Однако у внешнего могущества есть один недостаток – оно мимолетно. Стоит тебе утратить деньги, положение и имущество, и ты утратишь и могущество. А если ты поставил знак равенства между собой и этими вещами, то вместе с ними утратишь еще и ощущение, кто ты есть. Чего-то стоит лишь подлинное могущество, то, источник которого таится внутри тебя. 29 марта. Сердце живет в настоящем. Оно знает, где та самая жизнь, которую надо прожить. Его забота – исцелить тебя, подарить тебе целостность, любовь, сострадание, понимание и служение другим. Оно понимает, что все мы связаны на незримом уровне, что все мы – братья и сестры из одной семьи, и что счастье – это отдавать, способствовать тому, чтобы окружающие обрели свое подлинное великое «я». 30 марта. Для нашей эволюции как человеческих существ по большей части до сих пор была свойственна ориентация в основном на физическое, на внешнее. До настоящего времени все сводилось к накоплению и запасам. Главная ценность формулировалась как «у кого больше, тот и победил», то есть побеждает тот, кто больше всех известен, у кого больше всех денег, у кого больше власти над окружающими. А из этой ценности следует, что выживает и вправду сильнейший. Все упирается в конкуренцию, ведь мы пришли к убеждению, что на всех всего не хватит и всем победить не удастся. Однако подобное мировоззрение перестало приносить пользу человечеству в целом. Оно родилось в эпоху всеобщей нищеты и голода, а за мыслью о нищете и голоде стоит банальный страх. Поскольку все, что мы видим во внешнем мире, создается нашими мыслями и намерениями, все, что мы видим, что нам никогда ничего не достанется. Так начинается порочный круг. Нам вечно всего мало, и мы никогда не бываем счастливы. 31 марта Отныне и впредь возьми свою жизнь в свои руки. Раз и навсегда реши стать хозяином своей судьбы. Пляши только под свою дудку. Найди свое призвание, и тебя ждет восторг вдохновенной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok